Добрый вечер! Итак, это послесловие к новостям. Завтра в городе стартует большая конференция, которая называется «Города России 2030. Перекрестки возможностей». О том, каким видит общественность, разная общественность Екатеринбург-2030, мы будем сегодня говорить с председателем Свердловского отделения Российского союза молодых ученых Ольгой Ергуновой. Ольга, добрый вечер! Добрый вечер! Ну, я посмотрел стратегические наметки. Понятно, что мы будем с вами говорить как с ученым в первую очередь. Вот одна из целей таких больших – выровнять показатели между центральной частью Екатеринбурга и периферийной. Цель благая, но я не верю, честно скажу. А вы? Ну, насколько я знаю, наше федеральное правительство, конечно, в это верит. Сейчас разработан проект пространственного развития России до 2030 года. Ну, кстати, вот акцентирую внимание, что это только проект. И там вот как раз вот те идеи, о которых вы только что говорили, о том, чтобы центр сместить в периферийную зону, сделать такие вот драйверы развития территории, это, конечно же, задумка федералов. Я думаю, тот форум, который пройдет 15-16 ноября, он поможет решить некоторые проблемы, либо поставить те вопросы, которые уже просто являются наболевшими для многих муниципалитетов. Ну, вы же с молодыми учеными исследуете эту тематику. А за счет чего это можно сделать? То есть что там? Начать высотки на периферии строить? Больше торговых центров? Дома культуры открывать? Есть зеленые зоны или что? Есть очень интересный японский кейс. Небольшой городок, шахтерский городок, достиг такой вот точки падения, когда шахта закрылась и граждане начали утекать. Что же придумали глава города и чиновники? Сначала, конечно же, торговый центр был открыт. То есть просто была такая вот задумка, если нет хлеба, может быть, зрелища помогут. Но, конечно же, это все провалилось треском. Были приглашены эксперты, которые провели множество исследований, почистили статистику и пришли к выводу, что именно этот небольшой городок является городом, где самый минимальный процент разводов в стране. И сегодня этот город преображен. Это на самом деле мека для молодоженов, потому что многие из нас воспитаны на сказках о том, что принц и принцессы встретились, поженились, прожили долго и счастливо, умерли в один день. Японцы тоже не исключение. Ну, Золушка еще там где-то должна быть. Это тоже публика любит, а наши зрители. То есть сегодня городам для того, чтобы на самом деле найти свой образ, свой имидж, нужно найти фишку, в чем они уникальны. Это может быть все, что угодно. И не факт, что инфраструктура, да, получается? Конечно, потому что, к сожалению, очень многие власти муниципальные в городах российских задумываются как раз об инфраструктуре, о магистралях. И очень часто мнение горожан не учитывается. Сегодня модно заниматься урбанизмом. В принципе, очень много инициатив идет именно снизу. И замечательно, что Екатеринбург – это на самом деле достаточно открытый город, где возможно реализовать именно инициативы снизу, либо инициативы молодых ученых. Ну, это только кажется действительно, что 2030 год – это далеко-далеко, а по сути-то с теми темпами, в которых мы живем, сегодня это уже завтра. Я, кстати, хочу напомнить, что мы в прямом эфире беседуем с Ольгой, поэтому если у вас есть какие-то вопросы по образу Екатеринбурга будущего, задавайте их, пожалуйста, по телефону 222-0041. Давайте чуть-чуть детализируем. Молодые ученые, ваши ребята, которыми вы занимаетесь, конкурс, который прошел, они какие конкретно идеи предлагают там для того, чтобы наш город процветал? Так, проекты были самые разные от, можно сказать, таких футуристических и безумных. Это люди. Где-то, да. Были такие проекты, которые на самом деле можно реализовать на практике, не только в условиях мегаполиса, но и для небольших городов. Потому что в конкурсе у нас приняли представители молодых ученых, студентов, аспирантов не только из 13 городов России, но также из четырех стран. Это и Перу, и Китай, ближайшие наши соседи Беларусь, Казахстан, конечно же. Проекты были интересные. Но в первую очередь это касалось и привлекательного образа городов. То есть сегодня маркетинг, брендинг городов – это тема тоже такая модная. Это, конечно же, транспорт, инфраструктура, надежность строительных конструкций городских. То есть проблематика была очень-очень широкая. В чем сегодня фишка Екатеринбурга? Что говорят ребята? Так, что говорят ребята? Это, но гости, участники этого конкурса, они, конечно, были покорены Екатеринбургом, потому что этот город, скажем так, столица конструктивизма, наверное, в России. И это наша фишка. Также возможность проведения чемпионата мира по футболу. Это, конечно же, притягивает инвестиции и туристов в наш город сегодня. Мы обладаем очень сильными конкурентными преимуществами перед другими городами. То есть даже такие, как бы, уже, наверное, избитые слоганы, типа, столица, деловая столица – Россия. Третья столица, хотя тут много спорят и ревнуют другие города. Ну, конечно же, ревнуют. Есть такая вот ревность. Но, например, Казань в конкурентной борьбе, пока Екатеринбург спорил с Нижним Новгородом, смогли запатентовать и стали официально третьей столицей мира. То есть сегодня вот в гонке на рынке территорий необходимо опередить конкурентов для того, чтобы закрепить свое лицо. Документы документами, ощущения-то ведь тоже важны. А что научное ученое сообщество говорит? На что необходимо городу будущего, да, вот впереди там 13 лет, получается, если брать эту цифру 20-30, хотя и 20-35 называется, на что нужно делать ставку нашему городу? Так, нашему городу, ну, я, наверное, обращусь к словам видного экономиста зарубежного, Питера Друкера, который говорил, что прогнозирование – это неуважаемый вид человеческой деятельности сегодня. То есть сегодня можно дать прогноз погоды, и то не более чем на три дня вперед. Да, банкирия тоже не любят. Да, конечно. А если мы загадываем, конечно, и прогнозируем развитие нашего города в 30-м году, мы должны понимать, а что такое будущее. То есть изменится очень многое, да, будут новые технологии. Вот, например, цифровая экономика – это то, что придет к нам и в ближайшие годы. То есть мы должны понимать и адаптировать и население к тому, что поменяется рынок занятости. Да, то есть очень многие профессии исчезнут, и на смену им придут новые, и, соответственно, население мегаполиса должно тоже заниматься самообразованием. Также мы должны понимать, что, например, те же самые торговые центры, может быть, они будут в будущем просто примерочными, и люди будут заказывать одежду в интернете, потому что такой вот тренд, он прослеживается во всем мире. То есть мы должны задуматься о том, что такое мегаполис российский в 30-м году. Как должно быть тогда организовано пространство в самом городе? Вот вы сказали про торговые центры. Можем взять университеты, у нас их много непосредственно в Екатеринбурге. То есть это что, также люди будут ходить на лекции, или там нужно формировать зону для коммуникации студентов? И я к чему? К тому, что а уличное пространство в городе, как должно быть организовано? Вот туда, если смотреть. Ну, в принципе, общественное пространство – это, наверное, сердце современных городов, или городов будущего. Университеты, университетские кампусы, они тоже должны способствовать и быть драйвером развития, и предпринимателей, и молодежи. И вот, кстати, у нас один из проектов как раз касался формирования каворкинг-среды для предпринимателей, и этот проект вышел в финал. То есть такие вот инициативы молодых ученых, горожан, они сегодня поддерживаются на уровне муниципальных властей, и это, конечно же, радует. Ирина задает интересный вопрос. А насколько город Екатеринбург в 2030 году будет зеленым? То, что касается экологии, тема абсолютно модная, замечательная. Обязательно без зелени мы не сможем жить. И я приветствую инициативу муниципальных властей Екатеринбурга в том, что количество парков собираются не только сохранить на данном уровне, а может быть даже и расширить. Елена Ивановна спрашивает, а можно ли поучаствовать в конференции в этих круглых столах, или это для высокого собрания только ученые, экономисты, промышленники придут на эти? Нет, конечно, нет. Мы будем только рады, и поэтому я приглашаю всех зрителей принять участие в форуме, подискутировать и с молодыми учеными, и с представителями органов власти, экспертами в области урбанистики. 16 ноября в Большом зале, Атриум зале Ельцин-центра с 10 до 12 пройдет и награждение победителей, и презентация проектов международного конкурса в области городского развития. А также, конечно же, будут презентации экспертов. Ольга, есть сегодня площадка какая-то в городе, куда любой горожанин идет по улице, и пришла какая-то мысль, она ему кажется гениальной. Позвонить, написать, прийти, где будут собираться все эти идеи, а потом, например, передаваться ученым для анализа. Замечательно. Сегодня такая площадка. Можно, конечно же, обратиться по электронной почте, например, ко мне, или к представителям молодых ученых, и не только молодых, потому что все сегодня заинтересованы в том развитии городов, в которых мы с вами будем жить, в которых будут жить наши дети. Поэтому мы открыты для общения и в режиме онлайн, и оффлайн. То есть звоните, пишите. То, что касается площадки, то есть проект в Уральском государственном экономическом университете как раз создать такую площадку, где каждый горожанин может прийти и оказаться просто в таком доме, можно сказать, своей семье, и может обменяться и идеями, не только в области городского развития, но и просто в такой дружеской атмосфере попить кофе. Да, ну и главное, я считаю, в этом деле это все-таки неравнодушие к дому, к месту, где ты живешь. Спасибо вам огромное. Вам успехов в жарких дискуссиях. Напомню, что в нашей программе сегодня была председатель Свердловского отделения Российского союза молодых ученых, Ольга Ергунова. Спасибо и до новых встреч. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.